Сколько стоит теперь самый дорогой футболист в мире, где обнаружили вторые Помпеи, и почему в Австралии спорят из-за пышных моделей? Об этом и не только в нашем обзоре. Самым дорогим футболистом мира официально стал бразилец Неймар. Футбольный клуб Парис Сан-Джермен подтвердил переход игрока из испанской Барселоны. За него французы выложили 222 миллиона евро. Предыдущий трансферный рекорд бразилец улучшил более чем вдвое. Парис Сан-Джермен принадлежит катарским бизнесменам. Они купили 70% акций футбольной команды в 2001 году. Во Франции ученые раскопали старинный город. Около Леона, на берегу реки Роны, археологи нашли руины римских зданий, которые пострадали в двух разрушительных пожарах в начале II и в середине III века н.э. Между собой ученые называют находку «малые Помпеи». Поселение занимало как минимум 7 тысяч квадратных метров и было важным пунктом на пути в Северную Галлию. Удалось найти руины частных вилл и общественных зданий I-III века н.э. До находки раскопки планировали закрыть в сентябре, но теперь их продлили до декабря. Пропагандируют ли модели с пышными формами ожирения? Об этом спорят в Австралии. Дискуссия в СМИ разгорелась после показа мод, который организовала компания Sports Illustrated. Некоторые вещи демонстрировали плюс-сайз модели. Несколько изданий раскритиковали показ, назвав его безответственным. Дескать, он продвигает опасный для здоровья месседж. Их позицию поддержали медики, сравнили девушек с их коллегами с сигаретой в зубах. Организаторы показа оправдываются. Модели должны быть реальными и демонстрировать, что человек с любой фигурой может подобрать себе красивый наряд. Креатив от американского пилота-испытателя. По заданию он тестировал пассажирский Boeing 787. Самолет должен был кружить над штатами 18 часов для проверки двигателя. Но вместо хаотического полета командир решил нарисовать в небе очертания своего же лайнера. За перемещением Boeing можно было следить на сайте Flightradar. Нос лайнера оказался в штате Вайоминг, а хвост на территории Алабамы. Супермен из Техаса в городе Форт Уорк. Полицмен проверял документы у водителя, когда в них обоих на скорость врезалась другая машина с пьяным ночным гонщиком за рулем. Страж порядка среагировал мгновенно. Он перекатился на капоте сбившей его машины и поднялся. Отдохнув всего пару секунд, встал и отошел в сторону, чтобы не мешать движению на дороге.